Сегодня мы с вами поговорим про 123-ю и 124-ю листы, страницы трактата Баба Батра. Здесь обсуждается немало агад на 123-м листе, в основном, потому что сказано было про порцию Рубина, которая передана была в каком-то смысле двойная порция Йосифу, тем, что Яков сделал из Йосифа два колена, Эфраим и Минаше сказал, будут мне как мои собственные дети, мои внуки будут мне как дети, как Рубин и Шимон. Кстати, там и гематрии почти совпадают, на один отличается Рубин и Шимон, как Эфраим и Минаше. Так вот, Йосифу отдав два колена, это все из-за того, что Рубин согрешил и потерял, так сказать, свое первенство, свои привилегии, то было это отдано Йосифу. Но Талмуд объясняет еще здесь, что на самом деле изначально, если бы все пошло как должно было, если бы не хитрости Лавана и многие другие факторы, то тогда бы Йосиф в любом случае был бы первенцем. Ведь Йосиф был первый сын любимой жены Рахели, Яков работал у Лавана за Рахель, Лаван его обманул, дал ему Лею, поэтому первым родился Рубин. Но в каком-то смысле Йосиф действительно заслуживал бы быть первым сыном. И, кстати, здесь описывается, что Лея заслужила стать женой Якова, потому что ей обычно говорили, что она выйдет замуж за Исава. Рассказывали, что вот, мол, у семьи твоих родственников в Израиле родились два сына, у Ривки родилось два сына, а у Лавана две дочери, так что будет прекрасный шидох, что старшая за старшего, младшая за младшим. Лея выйдет замуж за Исава, а Рахель выйдет замуж за Якова. Но Лея постоянно плакала из-за этого, потому что узнала, что Исав грешник и не хотела за него замуж. Так что, согласно нашей Агаде, в каком-то смысле заслужила. То есть, конечно, Лаван не пытался сделать хорошо, но получилось это в каком-то смысле. Он исполнил, после факта Бедеевит, как бы исполнил волю Всевышнего. То есть, Всевышний в идеале хотел бы, чтобы Исав был правильным. Если бы Исав выбрал правильный путь, то Лея бы действительно подходила больше Исаву. И в духовном смысле, так каббалисты объясняют, там все эти люди, они проекции каких-то духовных элементов, парцуфим так называемых. И в идеале действительно была бы такая вот связь между Лея и Исав, Яков и Рахэль. Но так как Исав выбрал неправильный путь, то сегодня ему пришлось переделывать историю. Вот таким вот образом, в этом может быть и сложно с Зевугим, как говорится, да, что очень сложно людей парировать, даже те, кто суждены друг к другу, могут в результате не подойти. И Яков стал еще Исраэлем, Яков как бы стал один в двух лицах. И это вот тоже разные духовные управления, и спарцуфим так называемый, Исраэль и Яков. Что Яков соответствует Рахэле, а Исраэль соответствует Лее. Ну и получилось, конечно, потом, что родился первым Рубин, и из-за этого после его греха, опять же, это был его выбор согрешить, но так как он согрешил, то перешло наследие двойное Йосифу. Это, кстати, вся история поддерживает мнение Рамбана, о котором я говорил раньше, что из нашей суги выглядело, что колено получили эквивалентную землю. Несмотря на то, что внутри колен большие семьи получили больше земли, а меньше и меньше, но сами колено получили эквивалентную землю. И так считал Рамбан. Но Раши так не считает, и Раши считает, что большие колено получили больше земли. Так один из вопросов Рамбана к Раши, что тогда получается, в чем смысл делить на два колена Йосифа, если все равно больше земли не получишь, если количество земли получают по пропорции количеству людей, так от того, что два колена разделили на две части, все равно людей-то больше не стало от этого, поэтому все равно Минаша и Эфраим, сколько у них людей, столько они земли получат пропорционально. А вот если, говорит Рамбан, как я объясняю, что колено получали все эквивалентную землю, тогда тем, что Яков разделил колено Йосифа на два колена, он, соответственно, дал им вдвое больше земли таким образом. А на 124-м дафе, листе, обсуждение очень важное и имеет практическое значение. Вот помните, мы говорили, что первенец, он не получает двойную порцию от того, что Рауй, только от того, что Мухзак. То есть то, что было в момент, когда человек умер, его первенец получает от этого двойную порцию. Но все, что потом выросло в цене, с этого первенец двойную порцию не имеет. Это только Рауй. Так вот здесь есть детали, в деталях этого и в этих тонкостях есть диспут между Рэби, Автромишной и другими мудрецами. Что Рэби считает, что в каких-то случаях часть все-таки того, что выросло, тоже получает первенец. Я имею в виду двойную порцию, получается, этого. А Хохами с ним спорят. Но вот в чем именно они спорят, тут несколько диспутов. То есть Амурайм спорит, как понять диспут о найде. И разные приводятся аргументы, что именно включается в этот спор. И как бы снять халаху тоже не очевидно. Но вот Шухонарух постановляет, что если, скажем, что-то оставил отец в момент смерти, и это изменилось, или в это вложили, тем более, и это поднялось в цене из-за этого, то с этого всего не имеет первенец двойную порцию. А вот если оно само стало более дорогим, и ничего в это не вкладывали, и название тоже не изменилось, то есть что было, то и осталось, просто стал более дорогим. С этого-таки первенец имеет двойную порцию. Интересный вопрос, который касается нашей Суге, это долги. Если человек был должен, например, их отцу, будет ли с этого долга двойная порция первенцу или не будет? Так вот, у нас халаха, что с долгов, и тем более с процента от долгов, если, допустим, неевреям дали деньги в долг, и они платят процент, с этого всего первенец не имеет двойную порцию. Так тогда встает вопрос, ведь сегодняшние банки, если человек держит, особенно на, как говорят по-английски, savings account, если человек, например, когда умирал, основные его деньги у многих людей, основные деньги лежали на банке, то вполне возможно, что с этих денег первенец не имеет двойную порцию. То есть весь закон двойной порции первенца почти сегодня редко будет относиться. Потому что все это может быть в категории Рауй, а не Мухза, потому что возвращают же другие деньги. Когда банку дают деньги, он платит, допустим, сколько-то процентов в год за это, и возвращает назад потом, когда человек хочет. Да, хотя забрать можно с банка в любой момент, но в любом случае это уже не те же самые деньги, и это может быть считается только Рауй. Я видел в вопросах и ответах Шеве Талеве и Раби Шмуля Вознера насчет израильских банков. Там он касается темы, которую мы уже обсуждали, как-то типа в МИЦЕ, так называемая хетер-иска. Помните, мы говорили, что, чтобы получать процент, обычно договариваются с банком, что ты не совсем получаешь с них процент, они тебе не гарантируют процент. А скорее они, ты становишься как бы партнером, на половину денег ты им даешь как долг, а половину как просто вкладываешь. И они тебе платят, получается, половину от выигрыша или оговоренный процент. То есть оговоренный процент это просто сумма, которая покрывает, как оба договорились, покрывает свою часть этого шутфуд, этого партнерства. Еще раз, мы это все подробно обсуждали тогда, типа в МИЦЕ, в перике, который занимается запретом давать деньги другому еврею под процент растащичеством. Так вот обсуждается, что можно, например, А и Б договорятся так, что я тебе даю, говорит, так, 10 тысяч долларов, 5 тысяч я тебе даю, это свои мои деньги, 5 тысяч я тебе даю просто как заем. Значит, заем ты просто мне вернешь, без всякого процента. А вот с моих денег, с 5 тысяч, так ты все это вкладываешь в бизнес, ты, так сказать, работаешь в магазине или что-то, и с моих 5 тысяч ты мне будешь давать то, что заработал. Плюс я буду немножко-то оплачивать за старания, так сказать. Вот, и если же у нас нету точно такая, сколько там было, да, выигрыш, то я с тебя достаточно возьму, вот, допустим, 10 процентов. Это мне вполне хватает, что будет по умолчанию. Считается, что из моих 5 тысяч ты хотя бы 20 процентов сделал, и поэтому 10 процентов за счет суммы ты мне платишь по умолчанию, если не докажешь, что столько не заработал, что твой бизнес вверх не пошел. Примерно так это работает. Так вот, получается, что банк, так как там везде Хетер Иска пишут, половина денег, получается, это Пикадон, а половина это действительно долг. И тогда, может быть, хотя бы с половиной денег можно получить на первенцу двойную сумму, потому что это хотя бы считается не заем, а это именно Пикадон. Но Шетер Иска говорит, что в наше время не совсем это так, и, в общем, он склоняется скорее, что в любом случае все, возможно, считается Рауль только. То есть, во всяком случае, насчет банков, а тем более вне земли Израиля, не еврейских банков, очень даже может быть, что первенец не получает двойной суммы с наследия отца. И на этом я на сегодня закончу. И урок, если вам нравится это видео, пожалуйста, возьмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.